С 18 по 21 ноября в Максима Парк проходили заключительные в 2020 году международные соревнования по выездке. Сидяй 3 звезды, 2 звезды, дети, юноши, юниоры на территории России. Спортсмены на основных лошадях могли получить квалификацию к Олимпийским играм, а молодые всадники – заработать баллы в международный рейтинг. Кто из участников смог реализовать эти возможности? Открыли соревнования выступления спортсменов категории «Дети». Забежим вперед. Они же первыми и завершили выступление на турнире. Первый и третий день победы достались Ярославе Иншаковой, во второй – Софии Романовой. Я очень довольна. Это все мои ожидания. Все, что говорил тренер, я выполняла. Последний мой старт был в августе 2020 года. Там мы выиграли все три дня. Это были соревнования в Эквиторусе. Мне очень понравилось. Я очень довольна своим конем. И на завтра мы хотим поехать также с таким же результатом. Гостей с северной столицы Юлия Григорьева выиграла командные и личные призы среди юношей. Однако в третий день ей пришлось разбавить коллекцию золотых медалей серебряной. Ведь лучший результат в кюре показала Мария Брыксина. Этот кюр я езжу не так давно. Музыку я выбирала сама. Я изначально знала, что я хочу эпическую музыку, потому что она очень будет подходить моему коню. Схему я придумывала со своим тренером. И мы отправляли ее Тому Ханту, чтобы он собрал все вместе. Полина Иранцева трижды доказывала, что по праву носит звание одного из сильнейших юниоров нашей страны и входит в топ-20 лучших юниоров мира. В паре с верным партнером по кличке Флоренс, Полина выиграла все три езды своего зачета. Мы очень ждали этих соревнований, поскольку сезон был разбит из-за пандемии всяких. Вот, к сожалению, Флорекс стоит. И он уже рвется на кюр. Я очень благодарна. Максима Стейблс, подожди, за такую возможность, что все-таки привели, организовали это супер здорово, супер круто, спасибо огромное. И в малом, и в среднем призе победу одержала Юлия Семенова. В заключительный день соревнований Юлия и ее боевой партнер Лумпаци завершали выступление всадников кюра среднего приза. Однако, позднее время старта не повлияло на качество езды. Пара заработала третье золото на турнире. Я ждала, ночами не спала. И очень-очень рада, что наконец-то у нас в Максима Стейблс проходит международное соревнование. Ура! Езды Большого Круга – самые ожидаемые элементы турнирной программы. Победа в Большом Призе у Инессы Меркуловой и ее верного партнера Мистера Икс. Пара опередила ближайших преследователей Марину Афрамееву и Арумса почти на 6%. На третьем месте расположились Полина Афанасьева и Фарпучина. Конечно, очень приятно, что во время пандемии, когда весь мир отказывается от проведения соревнований, в нашей стране, в Максима Стейбл, эти соревнования все равно состоялись, несмотря на все трудности. Для меня, конечно, очень важен этот старт, так как после большого перерыва у меня Мистер Икс не выступал. И это его вторая олимпийская лицензия, которую он уверенно получает для игр в Токио. Конечно, это очень приятно. И спасибо организаторам турнира. Теперь будем отдыхать до следующего года. Заключительный день соревнований спортсмены Большого Круга разделили силы. Часть спортсменов выступала в переездке. Лучший результат в этой езде у Марины Афрамеевой и Арумса. У меня вот с этим конем состоялся дебют. Он очень радует всех, весь наш коллектив. Он еще достаточно молодая лошадь в больших ездах. Это мой вообще первый старт. Я очень довольна ему. Конечно, еще очень много работы. И для меня пока что он еще совсем неизведанный полный. Но, тем не менее, я постарался показывать на нем очень хорошие результаты, потому что это лошадь очень перспективная для будущего. Кульминация турнира. Кюр большого приза. Разница между оценками спортсменок, занявших четвертое и третье место, Анастасии Волковой и Марины Афрамеевой, составила 0,005%. Ольга Иванова и Аванс, которые заработали серебро, опередили бронзовых призерах на 1,215%. А вот от трех победителей, Инесса Меркулова и Мистера Икс, от второго места составил почти 9%. Чемпионская пара, которая только начала сезон, получила от судей 79,335%. Мы сердечно поздравляем победителей и призеров с отличными результатами и желаем новых побед в следующем году.